Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей в истории Денис Жарков в этом выпуске. Чили и Аргентина. Испорченный отпуск. Туроператор Натали Турсон алирует туры, вернуть ли клиентам деньги. Капремонт не ждет, а Мечей просит скорее определиться с фронтом работ по обновлению жилых домов. Жгут костры и включают музыку в надежде отпугнуть зверя. Жители Большереченского района держат в страхе медведь. На хищника объявлена охота. И никаких QR-кодов на этикетке. Предполагалось, что с помощью Меркурия покупатель сможет узнать все о продукции, которую покупает. В России начала действовать система Меркурия, однако покупатели не получат полную информацию о продуктах. Почему? Судьбу международного аэропорта Федоровка сегодня прокомментировал министр транспорта России Евгений Дитрих, глава федерального ведомства в Омске с официальным визитом по приглашению главы региона Александра Буркова. В законодательном собрании области прошло расширенное заседание, где поднимали вопрос о завершении строительства аэропорта. И уже на пресс-подходе министр рассказал журналистам, что амичи могут рассчитывать на появление в регионе нового аэропорта. Но детали будут известны после разработки стратегии развития всех сибирских аэровокзалов. Такое поручение дал президент Владимир Путин. Сейчас принимаются предложения от регионов. Омское правительство попросило Федеральный Минтранс включить Федоровку в программу развития авиации в качестве транспортного узла федерального значения, а также продлить реализацию проекта до 2025 года. Мы сегодня обсудили Федоровку достаточно подробно. Хочу, наверное, сказать о том, что, вы знаете, президентом третьего дня поставлена задача, чтобы анализ был проведен по всем аэропортам Сибири. И мы сделали комплексную стратегию для каждого аэропорта, определив свое место, свою роль в обслуживании пассажиропотока Сибири и грузопотока. Такого рода задача была поставлена. Мы, соответственно, сейчас эту стратегию собираем. И договорились о том, что по итогам анализа этих будущих пассажирей грузопотоков мы и поймем, есть ли инвестор, который готов вкладывать свои средства в новый аэропорт, насколько этот инвестор рассчитывает пассажиропоток и грузопоток, и в какие сроки он планирует это сделать. Такого рода наработки есть. Мы услышали от коллег из Омской области по этому поводу. Их предложения соберем, упакуем, и я думаю, что будем понимать тогда, и что мы получим, каким будет новый аэропорт. Решения, в первую очередь, скажем так, они продуманы. Спешки здесь Министерство транспорта проявлять не собирается. И это важно. Сейчас дано предложение обобщить все предложения всех субъектов Сибирского федерального округа. И в дальнейшем мы уже предложим то свое видение, предложим мнение инвесторов, которые готовы зайти, как управляющие компании, в аэропорт. И тогда уже Минтранс будет обобщать и принимать решение. Мне важно, что это взвешенное, не скоропалительное будет решение. Но я думаю, что если будет принято, точка будет поставлена, то это будет доведено до конца. Прокомментировал Евгений Дитрих и ход ремонта дорог в Омске. В начале дня он вместе с главой региона побывал на центральной магистрали города, проспекте Карла Маркса. Министр отметил, что реконструкция покрытий идет по современным технологиям, что обеспечивает качество ремонта. В целом, глава российского Минтранса остался удовлетворен тем, как в регионе реализуется федеральная программа о безопасной и качественной дороге. Программа уже выполнена на 40%. К концу года по предварительным подсчетам к нормативному состоянию приведут 50% от запланированных магистралей. На совещании договорились также о том, что несколько региональных автодорог перейдут в федеральную собственность. Это, в частности, западный обход, дорога на Казахстан и трасса, связывающая Томску и Тюменскую области. Что интересно для нас, Амичей, очень важно. Дорога Усть-Ишим, Тара-Сидельники. Это дорога, которая может связать Тюменскую область, так и связать Томскую область. Тобольск, Усть-Ишим, Тара и пошли на Томск. Для региона важно в каком плане. Это вопрос оживления вообще северной территории. Если там будет строиться дорога по всем нормативам, и эта дорога действительно сможет взять на себя большой поток идущих автомобилей, грузовых перевозок, пассажирских перевозок из Тюмени в Томскую область. Там участок, который должен быть, по сути, построен заново в рамках реконструкции этой дороги. Он стоит 18,5 миллиардов рублей, и средства достаточно серьёзные. Но с учётом того, что этот участок сможет существенным образом снизить перепробег транспортных средств и разгрузить часть других дорог по территории Омской области, договорились о том, что этот проект может быть проработан на принципах государственно-частного партнёрства, на принципах конституционного соглашения. Сейчас много институтов развития, и внешнеэкономбанк, и фонд развития, создаваемый правительством, они готовы такого рода проекты финансировать. Мы считаем, что этот проект очень подходит. Вообще же программа пребывания министра транспорта Евгения Дитриха оказалась насыщенной. Он посетил Омский государственный университет путей сообщений, где попробовал себя в роли машиниста высокоскоростного электропоезда САПСАН. Современная лаборатория для обучения инженеров стоимостью 10 миллионов рублей приобретена полгода назад. Установленный в ней тренажёр позволяет виртуально развивать скорость поезда до 250 км в час. Кроме того, Евгений Дитрих и Александр Бурков побывали на полигоне, где студенты, имея дело с реальными образцами техниками, изучают её не на плакатах, а вживую. Обратил внимание федеральный гость и на разработки студентов. Так, одно из них позволяет обнаружить нарушителей на железной дороге. За последние пять лет учеными университета внедрены разработки с экономическим эффектом более чем в 100 миллионов рублей в год. Также Дитрих посетил лётно-технический колледж гражданской авиации. Ну и, как мы говорили ранее, посмотрел проспект Карла Маркса, который сейчас ремонтирует в рамках приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги». Технология безотходного производства. Вначале старый асфальт нагревает до 140 градусов, затем снимают и смешивают с новой асфальтобетонной смесью. Это позволяет существенно сэкономить, при том, что покрытие получается прочным и долговечным. В этом году на ремонт дорог в регионе выделено 2 миллиарда рублей. Из них 1 миллиард из федерального бюджета, ещё миллиард из регионального и городского бюджетов. На эти средства обновят 42 дороги общей протяжённостью 136 километров. Все работы завершат до 1 сентября 2018 года. Расширение рынка сбыта в азиатских странах и укрепление позиций в Аргентине и Чили. Такие задачи ставят сегодня на крупнейшем омском предприятии по производству мороженого. Фабрика устроила пресс-тур в честь своего 25-летнего юбилея. Журналистам продемонстрировали возможности уникального оборудования по выпуску продукции и предложили продегустировать разные сорта лакомства. Мой коллега Никита Смирнов оценил вкус омского мороженого и выяснил, какие перспективы в ближайшем будущем ждут предприятия. Руки в турнике. Поводите руками. Ещё, ещё, ещё. Вы всё проходите. Чтобы попасть в производственную зону, обычным мытьём рук ограничиться невозможно. Каждому, кто проходит в цеха, необходимо надеть головные уборы, халаты, спецобувь. Дальше так называемый умный санпропускник. Обработка подошв в ладони антисептиками. Только после этой процедуры можно беспрепятственно именовать электронного сторожа. Первое помещение сотрудники называют заводской кухней. Здесь готовят смеси для мороженого. Мы смешиваем сухие и жидкие ингредиенты. Далее мы их пастеризуем. Гомоогенизацию дальше проходит. Процесс гомоогенизации – это дробление жировых шариков для того, чтобы в мороженом была однородная структура и не отслаивался жир. Весь процесс по распределению сырья внутри завода проходит в закрытом цикле. Так в ёмкости с будущим мороженым не попадёт ничего лишнего. Есть на Омском предприятии оборудование, аналогов которому нет в России. Вот, например, вот эта конвейерная линия изобретена омскими инженерами. В сутки через неё проходит около 13 тысяч порций мороженого. Для одной линии это количество почти что рекорд. К слову, обычно конвейер выпускал бы продукции в полтора-два раза меньше. На фабрике вообще стремятся к большим цифрам. За прошлый год завод произвёл 25 тысяч тонн мороженого, из которых 3 тысячи реализовали в Омском регионе. Остальные ушли на экспорт. В этом цехе мороженое охлаждается, расфасовывается и запаковывается. Фантастическая пропускная способность предприятия. 180 тонн в сутки. Омский завод обеспечивает не только всю Сибирь до Владивостока, но и страны ближнего зарубежья и соседний Казахстан. Перед руководством фабрики региональным правительством сегодня поставлена задача на внедрение омского мороженого в Китай. Бизнесмены из Поднебесной заинтересовались этой продукцией на выставке в Шанхае. Интерес к нашей российской продукции и особенно к мороженому он неподдельный. И огромные объёмы производства, я думаю, будем поставлять в дальнейшем из России, из Омской области на территорию Китая и, в принципе, других стран Азии. По словам министра, уже получено одобрение на поставки омского мороженого в Поднебесную. Соответствующие документы подписал как наш Росельхознадзор, так и китайская надзорная организация. Уже даже разработана упаковка на китайском языке. Производители рассчитывают заключить контракт на грядущем Агроомске. Также в планах предприятия укрепление позиций в Чили и Аргентине. Там с удовольствием покупают мороженое тульского филиала. А мечи хотят внести свой вклад в продажу холодного лакомства на территории Южной Америки. Никита Смирнов, Дмитрий Хромцов, 12 канал. В разгар сезона отпусков туроператор Наталья Турс объявила об аннулировании всех туров. Такое заявление сегодня сделал глава компании Владимир Воробьёв. По его словам, они больше не могут осуществлять обязательства перед партнерами. И те отключают офисы Натали Турс от обслуживания. Поэтому самым логичным выходом было аннулировать все услуги. Отмечается, что туроператор пока не приостанавливает свою деятельность. В ближайшие часы руководство компании намерено озвучить схему возврата денег клиентам. Всего же выкупленными турами с чартернерами и перевозками не смогут воспользоваться примерно полторы тысячи человек. Добавлю, что, как рассказал представитель Генерального консульства России в Анталье, клиенты Натали Турс в Турции уже жалуются на угрозу выселения из отелей. Ситуацию прокомментировала пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Она заявила, что объявление Натали Турса об аннуляции всех туров – это фактически остановка деятельности, но не юридически. Поэтому механизм компенсации туристам по-прежнему не включен. Натали Турс не единственный туроператор, заявивший о проблемах. 3 июля свою финансовую несостоятельность признал оператор DSB W Tours. По данным Российского союза туриндустрии, число пострадавших клиентов компаний свыше тысячи человек. Мы дозвонились в главный офис Натали Турс в Омске. От комментариев ситуации здесь пока отказываются. Единственное, что удалось узнать о распоряжении по поводу аннулирования туров или возврата денежных средств клиентам от руководства пока не поступало. Мы следим за развитием ситуации. Амичи получают квитанции, в которых им в срочном порядке предлагают определиться с капитальным ремонтом дома. Документ подлинный. Официальное извещение о том, что в течение трех месяцев собственники должны провести общее собрание. Им необходимо решить, какие виды работы они будут делать, утвердить их предельную стоимость и назначить ответственного того, кто будет подписывать все акты. Протокол следует направить региональному оператору по адресу Краснофлотская, 24. Всего в Омской области на 2019 год запланирован капитальный ремонт 1478 домов. Основными видами работ, которые у жильцов в списке предпочтений, по-прежнему остаются замена лифтов, инженерных систем кровли и обновление фасадов. В случае, если собственники в указанный срок, то есть в течение трех месяцев, не приняли соответствующее решение, промолчали, то тогда по законодательству за них принимают решения органы местного самоуправления. И в таком случае уже собственники не принимают участия в проведении капитального ремонта. За них это делает орган местного самоуправления. И ремонтироваться будет тот вид работы, который утвержден региональной программой. Все документы, необходимые для проведения общего собрания, размещены на сайте капремонтомск.ру. Также дополнительную информацию можно получить по телефону 399-835. Медведь напугал жителей Большереченского района. Голодный зверь растерзал стадо овец и игненка в Курносовском сельском поселении. От мощных лап зверя пострадали и лошади. Нападение на скакунов произошло в лесостепи у деревни Сухокарасук. Там же местные жители нашли быка с переломанными ребрами. А рядом на грунтовой дороге заметили следы длиной почти 20 сантиметров. Говорят, сразу поняли, что они медвежьи. Люди боятся за свои жизни. На лесного хищника объявили охоту. Скорее всего, уверены в региональном министерстве природных ресурсов, медведь перед спячкой набрал мало жира, поэтому и нападает на домашний скот. Ну и вот, что нам рассказали местные жители о том, какими методами пока удается откладывать встречу с хищником. По этой дороге в сторону Холосток смотрю одиночный след. Медвежьего еще не видят. Проехал от деревни километров 4. И смотри, впереди метров 800 медведь бежит. То есть коня еще не вижу, лошади я не видел. На второй день, когда поехали, корова лежит погрызанная. Ребер нет у передней лопатки. Паника какая-то у людей. Ну, раз он в деревню заходит, то есть люди боятся, значит, добролюбовские что делают после этого случая? Ставят автомобиль на край деревни, да, допустим, где со стороны его там огороды. Включают музыку на всю катушку и оставляют на ночь. А другие люди, которым медведь залез, они всю ночь жгут дрова. Люди как бы переживают, сейчас ягода пойдет, но никого в лес она не пойдет. Россия перешла на Меркурий, но несмотря на то, что электронная ветеринарная сертификация действует в стране уже 4 дня, обычные покупатели никаких новшеств не заметили. Ранее планировалось, что после перехода на автоматизированную систему, которая отслеживает весь путь продукта, от фермы до прилавка, на упаковке товаров будут печатать QR-коды. И считав их с помощью мобильника, покупатель смог бы узнать буквально все о, например, колбасе или сыре, который он собирался приобрести. Однако практически в последний момент, за два дня до старта системы, федеральный медсельхоз решил оставить инициативу с введением QR-кодов на усмотрение производителей. Юлия Думанова расскажет подробности. Это склад завода по изготовлению сыра плавленого голландского российского. В разной таре 150 видов 4 бренда. У завода собственное хозяйство, молоко закупают и у фермеров. Сырье проходит пробы в лаборатории. Сыр из Омска поступает на прилавки магазинов по всей стране. Сейчас отгружают 600 килограммов. Это отмечают в Меркурии. Отражаем наименование, дату, номер партии и количество. Ранее на каждый этап производства, хранения, перевозку, сбыт готовили отдельный документ в печатном виде. Сейчас все в электронном. Их можно посмотреть в любой момент. Бумажной волокиты больше нет. Плюсы, конечно, для нас большие, потому что мы оброзрачили весь наш учет. Мы абсолютно видим, из какого молока, из какого сырья мы произвели наш готовый продукт. Мы видим все сроки годности. А это уже региональный Россельхознадзор. Сотни сотрудников следят за выпуском молочной, рыбной и мясной продукции в регионе. Дистанционно, в режиме реального времени. Электронная система формирует подробную историю перемещения товара от производителя до прилавка магазина. В Россельхознадзоре надеются, нововведение сократит рынок нелегальной продукции, повысит качество и безопасность товаров. Животное поступает на мясокомбинат, на убойный пункт. Значит, животное обязательно должно сопровождаться ветеринарным документом. На убойном пункте происходит убой животного, получение мяса. Вот мясо выработать получится, но выдать на него документ не получится. Если животное поступило без документов или с документами с какими-то недействительными. Почему? Потому что второй документ по количеству на мясо, он должен ссылаться только на первый документ. Меркурий работает 4 дня, еще месяц в тестовом режиме. Уже обнаружено 200 нарушений. Но их Россельхознадзор связывает не с фальсификатом, а с неумением производителей работать в новой программе. К ней дают время привыкнуть и исправить ошибки. Поэтому штрафы пока не выписывают. Не грозят они и тем, кто к системе не подключился, тоже временно. А пока такие предприниматели товар не могут не поставить, не приобрести. Прилавки при этом не опустиют, говорят эксперты. В Меркурии зарегистрированы почти 100% производителей. Больниц, школ, детских садов, кафе, ресторанов, крупных магазинов. Игнорируют систему маленькие торговые точки, так называемые магазины у дома. Но и на них управа есть. Сотрудники Россельхознадзора ежедневно выходят в рейды. Тех, кто принимает продукты без документов или производит, их ждет штраф до 300 тысяч рублей. Предполагалось, что с помощью Меркурия покупатель сможет узнать все о продукции, которую покупает. Будь то колбаса, сыр или йогурт, как у меня. Даже какая корова дала молоко и на какой машине его везли. А сделать это можно будет с помощью смартфона и специального QR-кода. Такие должны были печатать на все продукции. Однако от этой идеи в Минсельхозе за несколько дней до запуска Меркурия отказались. А значит, специальные коды на этикетках продукции в обязательном порядке не появятся. Это может быть только инициатива отдельных производителей. Однако в Омской области таких пока нет. Прогноз погоды уже через минуту. А все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Скачайте 2GIS бесплатно в App Store и Google Play. Возрастное ограничение 0+. Ходил раньше Павел и старый за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома в низкоцене, что и склад, и магазин. Здесь шпигачки чешские. Всего 195 рублей за килограмм. Вот это цены. Сэкономил Павел и купил всей семье новые велосипеды. По здоровью есть вопросы. 48-38-38. И о погоде. 5 июля в области переменной облачности ночью до плюс 15 градусов, днём до плюс 26. В Омске ночью плюс 14, днём солнечно, плюс 26 тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметра артутного столба. Далее на 12-м канале программа «Наш выбор». Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин